Для «Динамо» любая победа, любой трепет очень важен. В этом сезоне, в целом предыдущей сезоне, у вас спор с мельскохи являются не вашими прямыми конкурентами. Несмотря на изменения в вашем составе, в этом сезоне вы выиграли суперкупок, по второму туре переиграли в Минск и последний мальчик, правильно, сыграли ничью. Скажите, в чем успех клуба вашей команды? Одним словом, тяжело так охарактеризовать. Здесь комплекс таких, если можно сказать, причин. Первое, я думаю, что само название «Динамо» – бренд тот, который не позволяет опускаться ниже определенного уровня. Неважно, это молодая команда или команда, которая уже с годами, на всякий случай, скоро уже в этом году 95 лет, по-моему, клубу, но это вековое. И, мне кажется, играть просто так в этом клубе непозволительно. Если есть команда, то неважно, какая она, женская, мужская, она обязана, я подчеркиваю, обязана бороться за трофеи. Плюс у нас подобрался хороший коллектив девчонок, тренерский отличный состав, руководство, которое нам во всем идет навстречу, болельщики, которые нас поддерживают. Вот это все в совокупности, наверное, и предопределяет, предопределяет. Ну и та заряженность, та заряженность, девчонки все прекрасно понимают, та заряженность, которая у нас стоит перед каждой игрой, я не только говорю перед финалом, у нас перед каждой игрой задача победить. И мы играем ничью, для нас это не очень хорошо, так мягко говоря. Поэтому вот таких комплекс причин, если можно так выразиться, ну, наверное, позволяет нам находиться на вершине. В каком состоянии походят по мату в завтрашнем матче? Ну, мне кажется, я уже, ну, как, да, в программке про программку, наверное, еще завтра будет. Но я уже сказал, что, в принципе, если брать составляющие там в физическом отношении, в психологическом отношении, то тут, мне кажется, никаких проблем нет. Никаких проблем нет, вот, тем более, что мы сыграли два очень нужных спарринга. Это как раз и подготовка к финалу всего, к завтрашнему, извините. Вот, это как раз-то и к Лиге чемпионов, вот, и те игры, проведенные с одной из лучших команд России, ЦСКА, дойдет нам повод, ну, скажем так, оптимизм, твердо смотреть в будущее, я имею в виду, по игровым составляющим, и, естественно, надеяться на победу. Если мы футболистские основы состава, участвовали в июле в чемпионате Африки, вот, не боитесь ли вы, не переживаете о том, что они будут эмоциональны и физически выхолощены перед завершей встречей? Ну, вы знаете, я скажу так, я не думаю, что рама, рамалетта, да, будет эмоционально выхолощена. Ну, если завоевала кубок Африки, то тут, мне кажется, все с точностью наоборот. А вот что касается Калет и Клаудии, то здесь определенные опасения есть, потому что, ну, неудачно относительно, ну, скажем так, это одна из таких африканских стран, которые всегда претендуют на высокие места, да, их постигла неудача. И, соответственно, вот то, что вы сказали, это может быть, это может быть. После Виктория, в каком состоянии и физически, и национально покоятся в цифрочной игре? И принципиально для тебя этот матч с Минском? Каждый матч с Минском – это тяжелая игра, игра за трофей. Мотивация будет огромная, как у нас, так и у них. Это будет интересный матч, и будет очень много борьбы. Вот, и, ну, эмоционально, физически полностью готова. Финал кубка – это репетиция перед Лигой Чемпионов. Подскажите, так ли это для вас, и как вы готовились к Лиге Чемпионов? В прошлом году вы после кубка готовились в стайках, вот, и вы договорились, что это была для вас ошибка, что в этом двухразном режиме, если нагрузили девчонок, то это тяжело играть? Ну, вы, как бы, одну причину сказали. Там, как бы, было тоже несколько причин. На одну причину глупо, как бы, всегда ссылаться. Готовимся мы в одноразовом режиме, работаем, то есть идем календарным, от календаря, ну, то есть спляшем от календаря нашего чемпионата, вот, работаем в одноразовом режиме. Те игры, которые у нас идут по ходу, мы играем, наигрываем составы. Ну, естественно, очень жаль, что не было вот наших игроков, которые отлучились на Кубок Африки. А так все в одноразовом режиме, поэтому, ну, репетиция, ну, понимаете, как? Ну, наверное, да, репетиция, конечно, репетиция. Я думаю, и для них это будет тоже такой матч, вот, и для нас. Хотя мы потом еще 13-го играем Турса БФФ, и только потом уезжаем на Лигу Чемпионов. Ну, конечно, этот матч с Минском будет стоять особняком, который, скажем, еще раз позволит посмотреть на все достоинства, недостатки, которые у нас имеются на сегодняшний день.